Заседание комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС началось с экстренного вопроса. В Ильинском районе мост через реку Ухтома оказался в аварийном состоянии. Данный автомобильный мост единственный обеспечивающий транспортную доступность 81 жителя населенного пункта Константинова. Объезд для организации транспортного сообщения населенного пункта отсутствует. Кроме того, данный мост входит в состав объездного маршрута до населенных пунктов Липкина и Никитинка, где проживают 40 человек. Поскольку мост через реку Ухтома на автомобильной дороге Игорь Щелипкин находится в аварийном состоянии и закрыт, включен в перече мостов капитального ремонта 2020 года, в настоящее время администрация района оборудована переправой через реку Вброд, по которой может пройти только высокопроходимая техника, в том числе пожарные машины и автомобили скорой помощи. Собственные средства у муниципалитета отсутствуют. Губернатор призвал как можно скорее решить все бумажные вопросы и начинать работу уже в понедельник. Правительство Иоанновской области обеспечит разработку и принятие правовых актов о выделении администрации Линского муниципального района денежных средств в размере 2 млн 498 тыс. рублей на разработку проектной документации для приведения моста в состоянии соответствующих нормативных требований. Проведение государственной экспертизы проекта о достоверности определения смертной стоимости, а также последующего выделения денежных средств на восстановление моста. В департамент финансов Иоанновской области определить источники финансирования указанных расходов и рассмотреть возможность использования денежных средств из резервного фонда правительства Иоанновской области. Ориентировочная потребность в финансировании строительно-монтажных работ составила расчетно порядка 40 млн рублей. Второй вопрос повестки дня – обеспечение пожарной безопасности в школах и детских садах. По данным МЧС, в нашей области пожары и происшествия в образовательных учреждениях – не редкость. Основными факторами выявления данных событий является аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Так, в 2017 году был зарегистрирован съемок за возгорание, в 2018 году в текущем году зафиксировано два аналогичных происшествия. В целях повышения уровня противопожарной защищенности объектов образования проводится все-таки психологические операции школы. В этом году к приемке предъявлено 803 образовательные организации. Свою работу комиссии начали еще 23 июля. И в нескольких районах, таких как Вичугский, Ивановский, Савинский, Южский – все учреждения уже полностью готовы к 1 сентября. Все, без исключения образовательные организации Ивановской области, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожареуправлении эвакуацией. Во всех общеобразовательных организациях установлен программно-аппаратный комплекс мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании, динамики развития пожаров в сложных зданиях с массовым пребыванием людей. Вместе с тем, в последние годы актуальный остается вопрос замены автоматической пожарной сигнализации в связи со стечением сроков эксплуатации. Также на заседании рассмотрели вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. Обсудили, что нужно делать, чтобы теплоснабжение населенных пунктов было бесперебойным, без аварийных ситуаций. Сейчас готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 70%.